Здравствуйте! Прямо в эфире программа события новости большого города на Средней Волге вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пейнер, главная тема выпуска. Сияние большого города Самару начали украшать к Новому году. Заинтересовались сердечными делами. Общественники и власти проверят, как работает новый томограф в областном кардиодиспансере. Какая гадость – это ваша заливная рыба. Музей Рязанова совместно с самарскими рестораторами готовят для горожан сюрприз. Показали приемы рукопашного боя и военную технику. Спецназовцы УФСИН устроили день открытых дверей. От избы Читальни к культурному центру, как преображаются самарские библиотеки. В 140 сон сиять будет самарская новогодняя иллюминация. Специалисты Самара Горсвет не стали дожидаться снега и начали своими руками создавать праздничное настроение у горожан. Деревья примеряют и яркие шарфы из лампочек. Площади и скверы уже украшают фигуры сказочных персонажей. Чем самарские электрики удивят жителей в этом году, расскажет Андрей Горгуленко. Не успела еще зеленая трава скрыться под белым снегом, а Самару уже украшают новогодней иллюминацией. В этом году на улицах города развесят 100 километров разноцветных гирлянд. На одно дерево уходит от 80 до 100 метров ленты. Это зависит от толщины ствола и количества веток. Всего украсят тысячу городских деревьев. И это только на первый взгляд работа простая. Специалисты от земли поднимаются все выше и выше. Приходится использовать и лестницы, и подъемники. Аккуратно, чтобы не ломать ветки. Это обязательно. Самый важный шаг, чтобы смотрелось в итоге красиво. По традиции, кроме деревьев, на центральных улицах украшают фонари вдоль дорог. А также новогодний декор появится в скверах и парках. В этом году засияют и общественные пространства, отремонтированные по программе формирования комфортной городской среды. Одной из частей нацпроекта «Жилье и городская среда». Скверы Фадеева и у храма Кирилла и Мефодия, Крымская площадь, проспект Металлургов. Самые яркие огни зажгут на склоне площади Славы. Жители города уже ждут, когда Самара засветится. Мне очень нравится. Улица Ленинградская замечательная. Проезжаешь вдоль набережной, там всегда фонари очень. Мне все нравится замечательно. Красиво. Город красивый. То, что вот на деревья вешают гирлянды, красиво. На площадях появятся светодинамичные фонтаны на подиумах. Один такой постамент под фонтан, а всего их будет 10, сегодня монтировали в сквере Высоцкого. Конструкцию размером 6 на 6 метров делают крепкой. Она может выдержать до 200 килограммов. Специалист Самара Горсвет Сергей Ёлчев улыбается. Недаром фамилия у него новогодняя. Ведь именно ему доверили создавать праздничное настроение в городе. Когда мы начинаем это делать, я чувствую. Мы людям хорошее добро делаем. Интересуются, а кто-то не видел ни разу, интересуются, а что вы делаете. Ну вот так, кратко объясняем. В светодинамичных фонтанах используются диодные лампочки, а потому они очень экономные. Фонтан по энергопотреблению равен всего двум лампам накаливания. Кроме того, включение ночной иллюминации положительно сказывается на работе городских сетей. Это, наоборот, влияет положительным образом, ночная иллюминация. Так как при снижении нагрузки в сетях, то есть ночью нагрузка в сетях меньше, чем днем, возникают высшие гармоники в сетях уличных, не только уличного освещения, а вообще в сетях электрических. И для того, чтобы повысить как-то эту нагрузку, вот уличное освещение как раз для этого и служит в том числе. Все огни будут включаться вместе с уличным освещением и гореть до первых лучей солнца. Там, где жители просят выключать на ночь иллюминацию, предусмотрен особый режим работы – до часа ночи. Пока продолжается подключение гирлянд, фонтанов и фигур, они будут работать в тестовом режиме. А в полную силу Самара засветится новогодними огнями уже с 1 декабря. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. Добраться до Самара-Арена теперь можно из любой части города без пересадок. В Самаре закончили работу над новой трамвайной веткой. Составы по ней пока ходят в тестовом режиме, но к новогодним праздникам трамвай обещают запустить на регулярной основе. При строительстве использовали современные технологии. Эксперты обещают, что благодаря им сократится и время в пути. Подробнее расскажет Мария Левина. Теперь жители Безымянки и других отдаленных районов города смогут без пересадок добираться до стадиона Самара-Арена. В Самаре завершилось строительство новой трамвайной ветки, ведущей к стадиону. Теперь трамваи будут поворачивать направо в районе перекрестка Московского шоссе и Ташкентской, когда, как раньше, они шли прямо, минуя Самару-Арену. Что весьма кстати, в новогодние праздники жителей города ждет насыщенная программа на площадке стадиона. Мы и ставили эту задачу – оживить это кольцо. И для того, чтобы сегодня все маршруты, которые идут у нас из города, все маршруты, которые идут в город, они все заходили через кольцо трамвая, как мы его называем. И здесь будет дальше развитие этого транспортно-пересадочного узла. В ближайшее время до стадиона Самара-Арена можно будет добраться на трамваях пяти маршрутов. В седьмом и двадцать четвертом Ка по будним дням и одиннадцатым и двенадцатым по выходным. Двадцать пятый маршрут будет работать в дни футбольных матчей и праздников. Сократится и время в пути за счет автоматических трамвайных стрелок. Теперь водителю не нужно выходить из вагона, чтобы переложить стрелку вручную. Механизм переключения автоматических стрелок будет синхронизирован со светофорами. То есть трамвай подъехал, ему будет заранее включаться красный свет, или включаться будет автоматически зеленый свет для того, чтобы трамвай не стоял. Все это сделано для того, чтобы ускорить перевозку трамваев. И, соответственно, это все будет в общей концепции умного города. Строили новую ветку два месяца. Долго ждали трамвайные стрелки из Чехии. На объекте работают европейские специалисты, которые подготавливали площадку стадиона к проведению чемпионата мира. Очень рад, что в Самаре уделяют внимание новым технологиям в строительстве трамвайных путей. Сейчас подрядчики должны подготовить все необходимые документы для сдачи объекта в эксплуатацию. После чего будет организовано регулярное движение. От стадиона можно будет уехать в различные районы города. Трамваи по правому повороту к Самаре-арене планируют пустить в конце декабря. Мария Левина, Василий Калдашов. События. Томограф нового поколения поступил в областной кардиологический диспансер. Его купили по нацпроекту здравоохранения. Сегодня инспекция из областного Минздрава и ОНФ проверила, как он работает. Сергей Кизоркин расскажет. Виртуальная картинка любой части тела с точностью в полмиллиметра на экране компьютера. Томограф нового поколения поступил в Самарский кардиодиспансер на аэродромной 43 по нацпроекту здравоохранения. В тестовом режиме он уже продиагностировал более 20 пациентов. Татьяна Азовская в их числе. Мне нужно сделать обследование повторно, а первое обследование у меня было в Германии. Имболия легочной артерии у меня. До сегодняшнего дня пациенты с заболеваниями сердца диагностировались в других регионах или в самарских частных клиниках. Теперь по направлению от участкового врача пройти обследование можно бесплатно в кардиоцентре. Современный томограф безопасен для здоровья, а на тестирование уходит несколько секунд. Это поможет врачам-кардиохирургам планировать свои хирургические вмешательства. Для пациентов это поможет врачам динамически наблюдать своих пролеченных уже пациентов. Это поможет диагностировать возможные какие-то осложнения, возникающие в процессе лечения. Ну и я так думаю, что какие-то инновационные технологии в этом учреждении благодаря этому прибору мы тоже продвинем. Для обследования на томографе старого поколения требовалась специальная подготовка пациента. Теперь она займет не более пяти минут. В процедурном кабинете в кровь вводится спецраствор и можно сразу проводить исследование. Это гораздо более удобная процедура. Она позволяет раньше и эффективнее диагностировать угрозу инфаркта. И таким образом не просто давать возможность что-то лечить, а реально сохранять жизнь. И это, пожалуй, основная черта, основная особенность этого прибора. Это диагностика не ради диагностики, диагностика ради жизни. Проверить работу томографа приехала комиссия, областной министр здравоохранения, представители ОНФ и общественные палаты Самарской области. Убедились, оборудование установлено вовремя, готово работать в штатном режиме. А новый рентген-кабинет отремонтирован по всем медицинским нормам безопасности. У нас было поручение губернатора добиться высокого уровня самарской медицины. Произвести переоснащение больниц и клиник. Для того, чтобы наша медицина была конкурентно способна, и мы смогли спасти наиболее большое количество наших граждан. И мы надеемся, что наши высококвалифицированные специалисты будут более четко ставить пациентам диагнозы, что в конечном итоге приведет к спасению жизни. Планируется, что рентген-кабинет будет работать круглосуточно и без выходных. За четыре смены обследования пройдут порядка 80 пациентов. Для здравоохранения Самарской области появление такого аппарата является прорывом. Теперь нам самое главное обеспечить его профессионально подготовленными кадрами, что в данном лечебном учреждении имеется во благо жителей Самарской области. Борьба с инфарктами и инсультами в Самарской области успешно продолжается, констатируют медики, благодаря нацпроекту здравоохранения предусмотрено переоснащение и дооснащение регионального сосудистого центра на базе областного кардиодиспансера и двух сосудистых отделений в Тольятти. А в Сызранскую центральную городскую больницу поставят ангиограф. Аппарат проверяет кровообращение всего организма. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События. Губернатор Дмитрий Азаров поздравил с Днем профсоюзов работников отрасли и отметил их государственными наградами. Почетными знаками за развитие профсоюзного движения в Самарской области были отмечены двое. Анна Васильева, председатель союза женщин в Самарской области, и Геннадий Зотов, глава первичной профсоюзной организации НК Роснефть, Самара Нефтегаза. Геннадий Зотов родился в поселке Нефтяников в Суходоле. Отец его был нефтяником, поэтому, получив профессию инженера-геодезиста, он также решил заниматься разработкой месторождений. Первое время совмещал работу на производстве с общественной, и сейчас полностью погрузился в работу профсоюза. Работа в профсоюзе, она не очень простая в сегодняшнее время. Мало мотивационных рычагов. В основном, как бы, это сознание работников, умение работать с коллективом, сочетать интересы производства, интересы работников. Я хотел бы вспомнить сегодня человека, благодаря которому эти традиции развиваются крепко в нашем регионе. И, конечно же, вы прекрасно знаете, что все это стало возможным во многом, благодаря энергии и труду, энтузиазмам нашего товарища Павла Григорьевича Жереба. Его больше нет знания, но его дела продолжают жить. И это говорит о том, что его вклад как профсоюзного лидера, как настоящего гражданина патриотов, как человека с большой долгой, огромен. Еще несколько работников профсоюзов были отмечены почетными грамотами губернатора и благодарственными письмами. За пост главы Новокубежска поборется его бывший мэр, а ныне глава областного Минэнерго и ЖКХ Сергей Марков. Информацию об этом прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Новокубежск оказался в непростой ситуации. Ушел из жизни Владимир Фомин, рассказал глава регионная. И Сергей Марков, как человек привыкший отвечать за свой город, в этот момент просто не мог оказаться в стороне. Напомню, Марков уже руководил Новокубежском с 16 по 18 годы. На этом посту его сменил Владимир Фомин. На кресле городоначальника он находился до конца сентября. 23 сентября Фомин официально сложил в себя полномочия, а на следующий день стало известно о его смерти от огнестрельных ранений. Сейчас обязанности мэра Новокубежска исполняет Виталий Румянцев. Уже в эти выходы Самара впервые будет принимать финал национальной туристической премии Russia Event Awards 2019. В город приедут больше 300 человек со всей страны. У каждого свой проект в области событийного туризма. Чем будет удивлять Самарская область, узнала Мария Левина. Впервые финал национальной туристической премии пройдет в Самаре. Награждаются лучшие проекты в сфере событийного туризма. Самарская область представит на суд жюри 10 туристических проектов. Один из них готовит музей Ильдара Рязанова. Единственный в области музей, посвященный киноиндустрии. Он открыт всего полтора года назад, но самарцы и гости города успели его полюбить. Только за этот год здесь побывали больше 7 тысяч человек. И вот его сотрудники штурмуют новые высоты. Придумали проект, который должен поразить жюри национальной премии. Называется он «Вкус комедии». Проект погрузит центр города в атмосферу советского кино. Актеры, сыгравшие в картинах Рязанова, будут обсуждать современные фильмы и классику. Рестораны готовят киношные блюда. Например, знаменитую заливную рыбу. Таким образом, любимый фильм можно будет попробовать на вкус. И приходя к нам, они будут попадать в прошлое. Они узнают больше о своем современнике, об актерах, которые снимали свой фильм о Хульдаре заново. Не секрет, что 60-е, 70-е годы это был целый бум, когда люди ходили, покупали открытки с актерами. То есть такие герои своего времени. Вот о них, о этих кумирах, о нашем прошлом и нашей истории мы рассказываем здесь. В номинации «Спортивный туризм Самары» представит лыжный марафон «Соколье горы». Уже пять лет, чтобы поучаствовать в нем, в город приезжают спортсмены и любители со всей страны, а также иностранцы. В этом году в марафоне приняли участие около 600 человек. Дистанция проходит по Сокольям горам. Это одно из красивейших мест Самары. Поэтому все участники могут приехать, насладиться вот этой потрясающей трассой, потрясающим лесом и видами. И заодно погулять по нашему любимому городу, по нашей любимой Самаре. На финал национальной премии в Самару должны приехать больше 300 человек из 57 регионов Российской Федерации. Для них в исторической части города подготовили сюрпризы. Бесплатное посещение музеев и приятные бонусы в ресторанах. «Это большая ответственность. Это ответственность в плане гостеприимства и туризма. Показать участникам и экспертам, что в городе есть что смотреть, есть чем гордиться. И что есть инфраструктура туристическая, которая готова принимать гостей». Вручение национальной туристической премии состоится уже в эти выходные. Мария Левина, Сергей Баскин. События. Самарские полицейские отмечают 40-летие образования городского управления МВД России. За год работы сотрудниками управления достигнуты заметные результаты. Отделом по контролю за незаконным оборотам наркотиков пресечена работа нескольких крупных нарколабораторий. Сотрудники уголовного розыска раскрыли нападение на инкассаторов в Самаре. Раскрываются экономические преступления. В суд направлено уголовное дело по 25 эпизодам преступной деятельности банды. Она занималась вымогательством и разбоем. Благодаря профилактической работе сотрудников ГИБДД, аварийность на самарских дорогах по итогам года сократилась на 20%. На торжественном собрании в культурном центре МВД по Самарской области за образцовое исполнение службы награды получили лучшие сотрудники управления. Хочу вам пожелать, во-первых, бодрости, духа, крепкого здоровья, семье благополучия, отдельные слова благодарности ветеранам. Хотелось бы сегодня, Вадим Анатольевич, возглавляемому вам подразделению, пожелать здоровья, пожелать служебных успехов. Ну, а здесь уже говорили, тот тандем. Потому что мы все стоим и решаем одну задачу. А задача у нас это безопасный город. Здесь служат настоящие мужчины. Спецназовцы ФСИН отпраздновали 29-ю годовщину со дня образования подразделения. На дне открытых дверей побывали студенты Самарских колледжей и наш корреспондент Анатолий Головко. Бойцы Самарского спецназа «Мангуст» – крепкие волевые мужчины. Они обеспечивают безопасность в местах лишения свободы, участвуют в контртеррористических операциях, разыскивают беглых заключенных и ликвидируют массовые беспорядки. Чтобы служить в спецназе в СИН, необходимо иметь серьезную военную подготовку и находиться в хорошей физической форме. Один из таких бойцов – снайпер-инструктор Игорь. Он с гордостью носит краповый берет, который является высшей формой отличия военнослужащих спецназа. Получил его на квалификационных испытаниях в Мордовии. Для этого ему пришлось выдержать серьезные нагрузки. Самое сложное – это пройти марш в полной боевой экипировке, 12-километровой, с водными. Потому что очень сильно устаешь. Это и болото, и водные преграды. В этот день на базу спецназовцев пригласили студентов Самарских колледжей. Главная задача организаторов – рассказать молодым людям о престижности профессии. Я надеюсь, что сейчас, послушав и пообщавшись с нашими сотрудниками, кто-то из них примет для себя в будущем решение связать свою судьбу со службой, со службой в том числе со специальных подразделениями. После выставки оружия и познавательной лекции сотрудники организовали для гостей показательные выступления. Собравшимся продемонстрировали приемы рукопашного боя и штурм автобуса, который захватили беглые заключенные. При задержании преступников сотрудники спецназа облачили специальные боевые костюмы. Шлем, щит и бронежилет. Именно такой экипировкой пользуются сотрудники спецназа ВСИН. Вес обмундирования может достигать 20 килограмм. Очень была интересна материальная часть, выставка вооружений, также средства индивидуальной бронезащиты, также выставка бронетехники автомобилей. После выступления силовиков гости еще долго не расходились. Они делали фотографии с военной техникой и боевым оружием. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События. В Самаре стартовала серия семинаров, на которых предприниматели обучают, как вести бизнес. Все это проходит в рамках нацпроекта «Малый бизнес» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Одна из встреч прошла в Куршеском районе Самара. Слово Марии Левиной. На обучающий семинар для тех, кто только собирается сделать первые шаги в мир бизнеса, пришли больше 50 человек. Одна из слушателей – Анна Урнова. Уже несколько лет девушка не работает, сидит дома с двумя маленькими детьми. Раньше трудилась на нефтеперерабатывающем заводе. После декрета найти работу сложно, признается молодая мама. Поэтому и решили с мужем открыть свое дело. Мы хотели бы послушать, мы хотели бы открыть бизнес в нашем районе. Вот как бы пришли на форум, чтобы нам объяснили, какая процедура должна быть для этого. Как начать и к кому, стоит обратиться. Самые первые вопросы, с которыми сталкиваются начинающие предприниматели. На семинаре он прошел в Куйбышевском районе Самары. Все раскладывают по полочкам. А если понадобится дополнительная консультация, зовут Самарский бизнес-инкубатор. Семинары рассчитаны на ознакомление и введение в эту отрасль. Дополнительную поддержку начинающие бизнесмены могут найти в Департаменте экономического развития. Предприятия и физические лица, которые только задумываются о своем бизнесе, могут обратиться либо в Департамент, либо в компании информационной поддержки и получить любую консультацию абсолютно бесплатно по любому вопросу – юридическому, бухгалтерскому, на начальном этапе, на любом. Сейчас в Департаменте проходит грантовый конкурс. До 15 ноября можно подать свою идею и получить до 350 тысяч рублей на ее реализацию. Библиотека нового поколения открылась в Самаре на улице Николая Панова, 30. Благодаря нацпроекту «Культура» в городе и области заработают всего 9 таких культурно-интеллектуальных площадок. Сергей Кизоркин разбирался в новых технологиях библиотечного дела. Найти нужную книгу в бумажном или электронном варианте за пару минут, даже если она находится на другом краю земли. Новые библиотечные технологии позволяют это сделать, радуется книголюб Вадим Вавилов. Он частый гость 8-й библиотеки на Николая Панова, 30. Здесь время летит незаметно. Художественная и научная литература на любой, даже изысканный вкус. Это та библиотека, в которую хочется зайти и провести очень много времени. Здесь можно не только взять книгу, а еще посетить интернет-зал, посмотреть на новые выставки. Самое главное, здесь просто хочется находиться, и здесь очень прекрасная атмосфера. Эта библиотека первая в Самаре победила в нацпроекте «Культура». Модернизация коснулась всех аспектов работы. Книжный фонд увеличился до 24 тысяч экземпляров. Все новинки литературы, в том числе и бестселлеры, можно легко найти на полках. Заработала электронная система поиска нужной литературы и ее контроль. Это делает обслуживание читателей более комфортным и рациональным. Кроме того, украсть книгу невозможно. На каждый нанесен штрих-код. В нашей библиотеке представлена уникальная подборка акции «Просветитель». Мы единственные в Самаре и Самарской области, кто владеет этой коллекцией. Это популяризация русскоязычных ученых, которые могут простым, доступным языком рассказать о современном мире астрономии, физики, о тех исследованиях, которые проходят в нашей стране. Современная библиотека – это не только читальный зал. Это интерактивные площадки. Здесь проходят творческие вечера и мастер-классы артистов, писателей и поэтов, выставки художников. Ученые рассказывают о последних научных достижениях. А между творческими спорами можно выпить чашечку чая в литературном кафе. Созданные здесь технологии, новые библиотечные информационные технологии, они просто позволяют библиотеке стать удобной, современной, комфортной. Открытие вот такой вот модельной библиотеки, а она не последняя в нашем городе, это только начало. Это настоящий прорыв в нашей культуре. Чтобы встречи проходили интерактивно, а система обслуживания читателей работала как часы, в рамках нацпроекта «Культура» закупили специальное световое и звуковое оборудование. А компьютерная система автоматически создает личное досье на каждого читателя и может в дальнейшем порекомендовать нужную литературу, исходя из его вкусов и пожеланий. Еще одна услуга – короткое сообщение на телефон или электронную почту о всех новинках или по отдельным направлениям литературы в библиотеке. Эксперты уверены – классическая книга будет популярна всегда. Исследования нейрофизиологов показывают, что при чтении бумажного носителя, при чтении книги, которую человек держит в руках, у него запоминание, оно на порядок, в сильную, более сильную сторону отличается, чем при работе с гаджетами или при работе с электронными ресурсами. И поэтому я думаю, что мы, как регион интеллектуальный, просто не позволим себе потерять вот этот потенциал, который потом мы реализуем в инженерном уже направлении наших предприятий, которые действительно, по сути, и формируют, например, ракетно-космическую отрасль всей России. В Самарской области 9 библиотек модернизируют по последнему слову техники по нацпроекту «Культура». По замыслу авторов, библиотеки нового поколения должны стать центрами протяжения научной и творческой мысли. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самарагиз» на нашем сайте, в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Удачи вам, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин